В 2020 году Международный день кооперативов выпал на 4 июля. Праздник был зарегистрирован в 1994 году и на протяжении долгих лет все еще любим многими. В этом году в России очередной кризис, пожалуй, самый серьезный за последние десятилетия. В связи с этим условия деятельности всех кооперативов стали еще труднее. Поэтому мы решили узнать, как сейчас работает Пушкинское райпо. В Пушкинском округе есть такие деревни и населенные пункты, в которых отсутствуют разные блага цивилизации. На данный момент Пушкинское райпо обслуживает две автолавки. Для местных жителей автолавка становится единственным способом покупки продуктов питания, особенно для старшего поколения. Так как в основном население не пользуется никакими гаджетами и интернетом, то магазин на колесах действительно очень выручает. Обычно мы привыкли, что каждый день мы самостоятельно ходим в магазин, а тут в деревне Артемово все наоборот. Магазин приезжает к нам, и поэтому мы сейчас сами пойдем в автолавку и тоже что-нибудь приобретем. Добрый день! Здравствуйте! Можно, пожалуйста, мне одну баночку Кока-Колы? Конечно! А чипсы каких вкусов есть? Чипсы у нас с крабом, с сыром, сметанозелень, с луком. С крабом можно, пожалуйста? А возьмите с лобстером, так будет интересно. Вот такой. Спасибо! Пожалуйста, пожалуйста! В самом начале своей работы в автолавку приходили маленькие детишки с родителями, а теперь они туда приходят уже со своими собственными детьми. То есть получается, что поход в автолавку стал семейной традицией для многих. Я работаю в Пушкинском райпо 20 лет. 13 из них по чутким руководствам слесаревы Натальи Юрьевны я работаю на автолавке. Мы это все организовали. Наталья Юрьевна все это организовала, и чтобы люди у нас были обеспечены. Мы любим людей, и они нас любят. У нас самые лучшие покупатели. И несмотря на пандемию, Александр продолжал ездить по деревням. Работать было непросто, потому что люди оставались дома. Однако всем покупателям продукты были поставлены прямо до дома по предварительному заказу. Ведь для пушкинского райпо автолавки это не просто пиар, а каждодневный труд. Что вы можете сказать о самом Саше, как о человеке прежде всего? Это таких еще надо поискать. Какой он у нас есть. Как он обращается со всеми ребятишками и с пожилыми. Вообще мы его очень любим все. Копаются, это мясо, это не так, это не так. Он берет, выбирает. Вот этот кусочек возьмите. Вот этот кусочек. А в итоге получается, тетка берет тот кусочек, который она вначале взяла уже. Понимаете или нет? То есть, добрый день. То есть, это надо выдержку иметь. Другой бы просто успелил. Вы понимаете или нет? Просто я вам скажу, что согласятся все, в том числе детишки. Это просто нам повезло, я серьезно говорю. Я всегда часто сюда хожу. По выходным. Суббота, вторник и четверг. Автолавка приезжает каждые два дня. Для жителей деревни это не просто очередной поход в магазин, а еще одна возможность встретиться с соседями, обсудить последние новости и собраться все вместе на одной большой лужайке. Как же жители узнают, что приезжает автолавка? Даже собаки чувствуют шум колес и начинают лаять. Мы ездим по Пушкинскому району. У нас на моем маршруте деревня Подвязного, Артемова, Григоркова, Васюкова, Михалева, Якшина, Черноземова. Очень много разных маршрутов. И мы всех постараемся, чтобы были ублажены люди наши. Также жители поделились, как живется им в деревне. Конечно, тяжело. До магазинов далеко. Добраться не на чем. Выживаем только благодаря... Действительно, если кооперации отменят автолавки, в магазины, где нет продуктов, мы действительно не знаем, что зимой делать. У нас зимой остается пять дворов, можно сказать. Вот пенсионеры все, двое неходячих. Они никак не могут никуда добраться. Скоро дороги чистят в последнюю очередь. Мы как третьи. В начале остановки, это понятно, школы. Потом уж мы. Скорая, а у вас дорога чищенная. Вот так нам ездят. В этот теплый летний день мы с Александром хотели бы поздравить всех работников торговли с их наступающим профессиональным праздником. Каждый из вас проделывает колоссальную, ответственную и важную работу. Хотелось бы пожелать вам здоровья, успехов и новых достижений. От себя я хочу поздравить Пушкинское райпо с Днем потребной операции. Пожелать им всем счастья, здоровья, побольше денег и успехов в работе. Нашей тяжелой, но в то же время очень интересной работе. С вами была Арина Родинок. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!